Биткоин прорвал отметку в 71 тысячу долларов, чтобы затем достичь новых исторических максимумов выше 74 тысяч. Неужели тузымунщики готовы устроить самый большой памп за все время? Тем, кто понимает природу биткоина, очевидно, что 100 тысяч долларов за монету это лишь вопрос времени. Если ты это понимаешь, не забудь отметиться лайком. Давай посмотрим, сколько нас таких. И без лишних слов, давай погружаться в мир биткоина. Цена которого только что получила еще одно недельное закрытие свечи. И оно имеет огромное значение. Прежде чем мы перейдем к этим графикам, я хотел бы остановиться на многих других интересных вещах. Половина населения, около 49% людей покупает лотерейные билеты. Однако примерно только 0,2% людей покупает биткоин. Это я к тому, поздно ли обращать внимание на биткоин. Похоже, что еще не поздно. И я гарантирую, что каждый, кто сейчас меня слушает, знает кого-то, кто покупал лотерейные билеты. Ну или хотя бы мемкоины. Но все ли твои знакомые покупали биткоин? Думаю, даже близко нет. И это на минуточку мы говорим про окружение тех, кто уже вовлечен в криптовалюты. И даже несмотря на то, что я инвестирую в биткоин как только могу и говорю о нем уже много-много лет, даже в моем окружении не так уж и много людей, которые регулярно покупали биткоин все это время. Но зато они не против покупать лотерейные билеты или мемкоины. Почему так происходит? У людей очень ограничено чувство терпения. Они не хотят мгновенного удовлетворения и хотят разбогатеть немедленно. Уже буквально на следующий день после инвестиций они ожидают получить миллионы долларов. И это касается абсолютно всего. Уже буквально через неделю после того, как они начинают вести ютуб-канал, они хотят сотни тысяч подписчиков. И не добиваясь этого результата за столь короткий период времени, они просто заканчиваются этой деятельностью. Но чтобы добиться таких результатов и в инвестициях, и в медиасфере, нужно много работать и учиться. Я веду ютуб-канал уже 7 лет. И это не было простой прогулкой. Это было самой настоящей ежедневной регулярной работы. Поэтому, если ты купишь лотерейный билет, заработаешь ли ты 100 миллионов долларов? Возможно. Но 99,9% людей нет. По сути, это просто-напросто пустая трата денег. Но если же ты купишь биткоин и будешь ждать, пусть даже годами, то исторически ты сможешь заработать довольно неплохие деньги. Более того, с каждым новым циклом твое психологическое состояние будет все крепче. И ты будешь все меньше реагировать на падения и взлеты. Что поможет тебе не только в инвестициях, но и в остальных аспектах жизни. Но это не привлекает людей, потому что это требует времени. И эти люди спустя несколько лет будут говорить, как нам повезло. Наше повезло. Это наши регулярные усилия и ограничения, умноженные на время. Люди, которые зарабатывают и зарабатывали деньги с помощью биткоина, это не только везунчики. Это те, кто вложили труд и время в самообразование. И они заслужили эти прибыли. И самое удивительное, что большинство людей на самом деле не заработали много денег на биткоине, лишь потому, что большинство из них не держали биткоин хотя бы один полный цикл. В течение нескольких циклов таких людей еще меньше. Люди нетерпеливы. И на самом деле сложно сделать что-то очень простое. Просто купить его и ждать. Это самая простая вещь на свете, но большинство людей не могут этого сделать. И говоря про циклы, посмотри, какой огромный паттерн нарисовался на биткоине. Мне кажется, это крупнейший паттерн в его истории. И вот что интересно, мы пробились выше ручки и теперь пытаемся закрепиться над ней. И если мы это сделаем, то путь наверх будет открыт. И там совсем нет никакого сопротивления. Это неизведанная территория. Такое уже было с золотом недавно. Теперь биткоин, а также акции микростратегии повторяют движение драгоценного металла. Кроме этого, приближаются выборы. Для биткоина собирается идеальный шторм. Рецепт из сумасшедших ингредиентов. И посмотри на этот график. Это выборы 2016. Посмотри, что произошло после них. А это выборы 20-го. И посмотри, что произошло после них. А это выборы 2024-го. До которых в США осталось буквально считанные дни. Около недели. Как ты думаешь, произойдет ли что-то подобное, как это было в прошлом? Я лично думаю, что очень вероятно, что мы увидим нечто подобное в ближайшее время. На этом фоне очень интересное заявление бывшего кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего, который отказался от гонки за президентское кресло и призвал своих последователей голосовать за Трампа. Он предлагает Соединенным Штатам покупать 550 биткоинов каждый день, если Трамп победит. Майнеры добывают 450 биткоинов. И как мы знаем, биткоин ETF выкупают в 10 раз больше этого. Добавим сюда покупательное давление Соединенных Штатов на полтысячи биткоинов в день. Как быстро после этого на рынке случится кризис предложения. Интересно, что за несколько дней до выборов Саудовская Аравия собирает всех мировых финансовых монстров в одном месте. BlackRock, Citibank, Goldman Sachs и другие финансовые лидеры соберутся в Саудовской Аравии. Интересно, о чем будет идти речь. Но BlackRock уж точно должен задеть тему биткоина. Один из финансовых гигантов и управляющих активами, Ван Эк, который также в этом году запускал спотовый биткоин ETF, сегодня выступал на CBC, где он дал очень интересный инсайт. Он заявил, что три члена БРИКС, Объединенные Арабские Эмираты, Аргентина и Эфиопия, начали майнить биткоин с помощью государственных средств. Кроме этого, Российский фонд национального благосостояния, по словам представителя Ван Эк, инвестирует в майнинг биткоинов в разных странах БРИКС для того, чтобы урегулировать мировую торговлю в биткоинах. Проще говоря, страны просто начинают покупать и добывать биткоин для того, чтобы использовать его в международных расчетах. Это колоссальные новости, ведь еще неделю назад мы предполагали, что такое может произойти, и вот это происходит. Все развивается очень быстро, и я честно не могу понять, почему люди игнорируют то, куда все движется, и почему все это время интерес людей к биткоину находится на исторически низком уровне. Люди, вы же пропускаете самый большой перенос богатства в истории, и, к сожалению, это богатство снова прибирает к рукам такие крупнейшие финансовые институты, как BlackRock. А после встречи в Саудовской Аравии, возможно, и все остальные. При этом, с другой стороны, у нас есть фиатные валюты, японская иена, рубль, гривна, доллар США, евро, все остальное. Все это ужасные резервные активы, которые раздуваются бесконечной печатью и обесцениваются с каждым годом. Да, в странах СНГ до сих пор принято хранить свои деньги в долларах США, но доллар США тоже обесценивается, спроси любого американца. Разве таким должен быть резервный актив? Ну, конечно же, нет. А теперь посмотри на это сравнение. Август-октябрь 2023 и август-октябрь 2024. Этот трейдер следит за этим сравнением уже второй год. То, как это повторяется, сводит с ума. В буквальном смысле слова, сегодня цена движется именно в том направлении и в тех временных интервалах, что и тогда. С технической точки зрения мы вышли из этой боковой консолидации и в любом случае должны будем протестировать ее на предмет поддержки. Мы видим, что у RSI есть место для взрыва, и это очень хорошо. Как ни странно, цена биткоина сейчас не является чрезмерно перекупленной. Это просто идеальная ситуация. Задуматься о большой коррекции цены можно будет тогда, когда RSI достигнет перекупленной территории. На этом фоне доминирование биткоина продолжает расти, и если цена биткоина прорвет 74 тысячи долларов, его доминирование может вырасти еще больше, так как люди с синдромом упущенной выгоды, возможно, начнут переводить альткоины в биткоин. Поэтому я и думаю, что биткоин должен совершить совершенно масштабное движение, прежде чем альткоины засияют. Все просто. Самый простой нисходящий канал, и мы сейчас находимся над ним. И мы даже успели коснуться его в качестве поддержки. Один раз. Посмотрим на это на недельном графике. Мы только что получили недельное закрытие с хорошей тенью снизу, которое показывает на то, что в этом диапазоне был большой спрос покупателей. Мы продолжаем находиться выше всех ключевых недельных скользящих, от которых дважды отскакивали здесь и здесь. На дневном графике мы видим то же самое. Однако нужно понимать, что мы легко можем получить коррекцию в район даже 59 тысяч долларов. И если после нее мы удержимся выше 60, то это все еще будет очень бычий сигнал. Так что откат даже до 59 тысяч долларов ничего не изменит. Но я бы не давал людям закупаться подешевле перед ростом. В этом нет никакой логики. То, что происходит на дневном графике, это тоже безумие. В последний раз, когда 21 и 50-дневные скользящие находились выше этой 200-дневной скользящей, был аж вот здесь, в октябре 2023-го. И что тогда случилось с ценой биткоина? Сам видишь. Так что мы снова получили этот крест прямо сейчас. RSI и MACD также выглядят достаточно оптимистично. Большая часть этого импульса остыла с тех пор, как мы впервые достигли 74 тысяч долларов вот здесь. И это дает биткоину пространство для движения вверх. Вроде тех движений, которые мы видели в прошлых циклах, как ты видишь на этом графике. На этом фоне фондовый рынок почему-то краснеет, а индекс доллара, что гораздо важнее, столкнулся с сильным сопротивлением. Падение DXY приводит к росту биткоина. Также банковская ликвидность начала расти, что тоже благоприятствует росту биткоина. Золото тоже вырвалось вперед. Я думаю, что биткоин последует за ним так же, как и микростратегия. Кто-то может посмотреть на это и подумать, что это безумно медвежья ситуация. Это фальшивый пробой, после которого последует падение до 20 тысяч долларов. Или даже до тех 12, которых мы ждали в прошлом году. Но если посмотреть на более масштабную картинку, кажется, что это буквально худшее время для того, чтобы быть медведем. Это все равно, что быть медведем вот здесь и вот здесь. До сих пор биткоин раз в 4 года абсолютно взрывался. И это именно тот случай, когда это происходит исторически, основываясь на фактах и данных, а не на мнениях. Поэтому быть медведем сейчас, это все равно, что сказать. Я не думаю, что биткоин будет следовать тому, что он делал раньше. Я не думаю, что цикл выборов, цикл биткоина и цикл ликвидности позитивно влияют на цену биткоина. Я отрицаю историю и думаю, что на этот раз все совершенно иначе. Но знаешь что? Чем больше людей будет так думать, тем выше вероятность, что мы действительно полетим еще выше. Они просто не дадут закупиться медведям перед ростом, но заставят медведей купить перед падением. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok